В этом выпуске мы будем готовиться к Новому году вместе с повзрослевшими котятами и нашими домашними животными. Распакуем новогодние игрушки, выпустим котят из комнаты, будем наряжать елку и украшать квартиру к Новому году. Сегодня я обязательно расскажу, какие временные имена мы дали этим малышам, вы только не смейтесь. Примерим котятам новогоднюю шубку, а также я расскажу, что же недавно случилось с моей ногой. Обязательно залайкайте это видео, чтобы оно попало в топ и подписывайтесь на этот канал, если любите животных. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Перед началом хочу напомнить, что сейчас мы активно ищем хозяина этим котятам. Мы уже смирились, что нам скорее всего придется отдавать котят в разные семьи, потому что забрать обоих могут далеко не все. Поэтому, если вам понравился кто-то из этих красавчиков, пишите нам по ссылкам в описании. Привезем котенка прямо к вам домой в любую точку Беларуси. А для того, чтобы это объявление увидели больше людей, давайте попробуем обратиться за помощью к самому Ютубу. Нас много и мы можем попробовать заявить о себе. Обратитесь в комментариях к Ютубу, чтобы он дал этому видео рекомендации. Только обязательно укажите, что рекомендации нужны для поиска добрых ручек этим малышам. Если будет очень много таких комментариев, возможно, они заметят нашу просьбу и помогут нам завершить это доброе дело. На этом канале с помощью видео мы ищем дом бездомным животным. И в последнее время такие видео совсем не получают актив, тем самым медленно уничтожая нашу деятельность. Ютуб, пожалуйста, сотвори для нас новогоднее чудо и дай рекомендации этому видеоролику. Все, теперь давайте начинать. Сидят, ждут нас. Детишки, сейчас мы вас выпустим, но мы уезжали. Марчуха, как они себя вели? Здорово. Тебе от Мишки с Кузей привет. И Боська тоже тебе привет передавал. Он помнит, как ты его по попе надавал ему. Выходим? Давайте, 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 дети. Выходим. Оп. И красота. О, сколько добра. Марти меньше валит. Катя говорит, Марти меньше валит. Что-то детишки не особо хотят на прогулочку. Пошли, проведаем, что тут у нас ничего не поменялось. Сейчас мы вас будем кормить, детишки. Марчуха, нормально все? Ну, добре. Здесь был сухой корм. Здесь была почуха влажная. Так, все, складываем все это. И уносим. На балкошку. Пусть походят. Здесь тепло, окна закрыты. Марти тоже любит здесь посидеть. Марти, мне надо когтеточку вынести. Мы с Марти любим тут на балкончике посидеть. Марти очень любит прохладу. Ему нравится тут, мы тут окошко с ним открываем. И сидим с ним. Он тут наверху. Я здесь на диванчике. Так, давай, братан. Давай, 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 давай. Чик. Во. Вынесем сейчас ее в коридор. И все. И все тут будут играть на ней. Валяться на ней будут. Когти точить. А то у нас угол пустой. Ну вот, нормально. Сейчас зима. На балконе никто на ней лежать не будет. Потому что балкон закрыт. Она как будто бы угловая. Вот это вот хочется подвинуть. Но здесь ступенечка такая мешает. Можно ее снять, в принципе. Ну ладно, не будем разбирать. Что ты? Услышал шелест в знакомых мисках. Детишкам. Мне кажется, ты много положила. Что за лошадиные куски такие? Что это за? Для котят. С ума сойти. Это корм для котят с такими кусками. Ну, сейчас и тебя тоже покормим. Ну, детишек надо сначала покормить. Я голодаю. Очень кушать хочется просто. Голос. Дай лапу. Дай лапу. Ты же умеешь. Ой, молодец. На. Не хочешь? Ну, так и что ж ты лез? Ты не хочешь такое? Удивительный кот. Пошли, Марти. Пойдем, мой котик. Давай, прыгай. Оп. Мартюшечка. Вот капельки бегут. И вот он их ловит. Вот такое у него развлечение. Каждый день. Ничего не надо коту. Шу-шуц по позе. Снимаем распаковочку. Напугались. Детишки мои. Ты чего напугалась? Я с пакетами зашел. Ты чего, зайка? Все? Нормально все? Мы немножко с вами накосячили. Мы-то думали, что лучше будет, если мы вас будем полностью от всех звуков ограждать страшных. А надо было наоборот. Надо было их приучать ко всем звукам. Ну, в общем, ладно. Первая. Это вот такая вот коробочка с елочными игрушками. 32 ШТ. Это мы решили с Катей сделать в этом году. Красненькую елочку. В прошлом году мы вообще думали, какие нам игрушки докупить. Вообще хотели белую. А сейчас посмотрели, решили, что красный цвет все-таки он новогодний. И елка должна быть красненькая. Детишкам нравятся игрушечки. Обнюхиваете, да? Все. В общем, елка у нас будет красно-бело-серебристая, наверное. Да, Марти? Это же наш первый Новый год с Марти, да? Получается. Так. Чего ты боишься? Это завтра Мишке занесем, да? Так. Это вам и не только. Это завтра тоже Мишке вкусняшку он очень любит. Такие вещи детишки знают. Корм ваш. Один. Корм ваш. Второй. А это? Это мы завтра Мишке и Босику купили какие-то колбаски. И Мишкины любимые колбаски. Он их обожает. А там чек. Так, это можно убирать пока. Детишки обнюхивают все интересное им. Следующее. Здесь у нас три в одном. Катя будет какой-то цветок пересаживать. Не знаю. Чего ты боишься? Звуков. Звуков боится? Короче, Катя в этом ведре будет пересаживать какой-то лоточек. Ой, лоточек. Цветочек. Может, вот этот вот. Да, вот этот? Ты уже решила? Нормально. Так, детишки. Это... А, так это ее... Это гирляндочка. И две. Одна будет беленьким гореть. Вторая будет гореть хименьким. Дальше. Это тоже на елочку мы решили. Ну, под красненькое все. Ой. Значит, символ свободы, мира. Голубь. Или это не голубь? Не важно. Такие вот игрушечки на елку. Ну, а это лампочки, потому что у нас катастрофа. Должно быть вот так, а оно вот так. Нет, дорогуша, давай-ка я лучше это уберу. Ты любопытный у нас или любопытная? Ну, и тут что-то. Что-то не помню я что. Это мне сухарики. Творожочек. Катя себе взяла такой медовик, да? Или кто это любит? Я нет. Так, два йогурта по пицце, два коржика, два мясца и все. И мусора куча. Чеки какие-то, все надо поукидывать. Вот такая распаковка. Сходили в магазин, отдали, много отдали. Так, сейчас будет война за пакет. Смотри. Там уже Марти потихоньку целится. Этот сейчас напугается. Если она дернется, он подпрыгнет до потолка, серьезно. Там уже, да, по хвосту видно. Все, она нашла себе новый домик. У детишек, на самом деле, очень много игрушек, и они это все позагоняли опять. Поэтому мы им не обязательно что-то покупать. Достаточно просто залезть под кровать и подоставать оттуда. У нас там зоомагазин под кроватью, если что. Там игрушек столько. Почему котикам так нравится шелестеть в пакетах? Вот им принеси лежанку какую-нибудь хорошую. Эй, понюхают, полежат и уйдут. Дай им пакет или коробку. Вот эту коробку сейчас разобрать и положить сюда. Все, это будет лучшее вообще время провождения. Ладно, детишки, развлекайтесь. Оставим, короче, вам этот пакет. Я так понял, вам он нужнее. Котята стали настолько инкубаторными, что они теперь боятся... Что это? Шкаф не сломайте, пожалуйста. Они теперь боятся, когда с такой горой вещей приходишь к ним в комнату, и они начинают пугаться. Вот это вот наша ошибка. Надо было все-таки их приучать с детства к шуму. Когда соседи стены сверлили, они так напугались. Они не знали, что это за звук, и когда он пройдет, и что вообще от него ожидать. Я говорю, не бойтесь, все нормально. Я говорю, так надо. Они говорят, ну ок. А зато самим шуметь, пожалуйста. О, боже мой. Марти, вот как ты такое допускаешь? Бабах. Вот это приколюхи новогодние. Нормально. Устрой дестрой. Порядок этот, стой. Догоняй. Нормальные такие у них развлечения. Они тут как на катке. Я надеюсь, я сейчас поменяю вот эту вот фигню. Оба. Прикол. Прикол. Ничего себе. Ух ты. Ух ты. Полеты. Полеты. Вертолетики. Пипи захотел? Малыш. Ну давай, я сниму какой-то умничка. Конечно, куда же еще, как не в лоточек. У нас все котики в лоточек идут. Не надо просить. Сталис, говорит, тут надо мной. Я над вами не стою, когда вы писаете. Еще и снимает, тут еще не пусть покажет всем, как я тут в лоточек дела свои делаю. Ну ладно, умничка. Все, мы верим. Тебе весело? Сколько мы игрушек им не приносили? Что мы им только не давали? Но как с пакетом? Они, наверное, ни с чем так не играли никогда. Так настолько весело. Даже вот это им не надо. Что он там так долго сидит? Некогда. Некогда даже закопать за собой. Ну давай, молодец, молодец. Конечно, там пакет мучают без тебя. Да, хочется их поснимать, но дело полно. Короче, ладно, пошли мы. А вы тут развлекайтесь. Веселуха. Вот просто дайте своим котам пакет. А до этого желательно приобрести берушу. Нет, на ночь я, конечно же, заберу этот пакет. С ума сойти. Я не успеваю за вами. У вас двое, а я один. И камера одна. И как-нибудь приснимать вас. Марти решил, ну и в баню. Я лучше пойду. Соней побезопаснее там. Опа, оп. Ладно, отпускай, пусть бегают. Ну а они знают уже тут все. Они тут постоянно гуляют. Только что тут Соня иногда на них шипит. А она не очень любит котиков таких незнакомых. Она любит только меня, Катю и себя. Сейчас будем елочку доставать. А у нас там баночки. Елку достает Катя. Если не получится, тогда уже я. Ой, я сейчас упаду. Падай. Все, мы это сделали. Понесли. Давай, пошли. Катя тащит. Так, елочка наша. Сейчас будем наряжать. Котята там уже за шторами. Облепили тут все. Почему они, все коты, любят за шторами играть? Потому что у них там прятки. О, попрятались сразу. Напугались немножко. Ну ничего, бывает. А я же не рассказал, почему всем занимается Катя. Почему Катя елку доставала? Я раненый. Я стараюсь на ногу не наступать. Правда, блин. Показать, что у меня там, Катя? Или не пугать людей? Да покажи там уже синяк небольшой. Сейчас вам покажу. Еще раз. Но то, что сейчас, это уже нормально. Ужас, да? Было все намного хуже. Но бывает. Ударился я. Нога болит. Но надо видос снимать обязательно. Что поделаешь? Сонь. Поэтому я не могу ничего таскать. Я-то хожу с трудом. О, через носки просвечиваются все мои синяки. Обалдеть. Да, вот так вот бывает. Ударился. Ничего, все нормально. Все пройдет. Уже все идет к улучшению. Поэтому я, если что, я буду тут прихмрамывать. Я стараюсь вот так вот на нее наступать. Слегка. Вернее, не наступать, а слегка так, чтобы... Ну вы поняли. Поэтому я ничего делать, наверное, не буду. Сегодня все будет делать Катя. А я просто буду как хромающий штатив. Ну, понятно все. Я думал, что у нас эти шторы еще повисят какое-то время. Но, видимо, ребята из них сделали что-то поинтереснее, чем просто шторы. Ой, сколько мусора от нее. У нас тут выпуск наш прошлый новогодний идет. Кто смотрел, ставьте лайк вас обязательно. Так, Туя уже у нас есть. Так, я стану? Да. Ну-ка, засуни в руку. Ага, чтобы я опять порызался. С прошлого года не рызался. Побежали, побежали, побежали. Чувствуешь пальцем? Угу. Пехай. Она должна так... Соня тебя сейчас будут атаковать. Они немножко пугаются всего, что происходит. Ёлки какие-то. Тут таскаем. Оп. Здесь у нас игрушки все наши. Катя уже сделала часть работы. Ой, сейчас самое долгое. Распрямлять ее надо. Тут будет елочка. Тут будут огни, наверное. Здесь мое рабочее место. Распалил камин. Греемся. Тепленько. Соня вон уже булочки уложила возле камина. Практически тепло идет в ее сторону. Соня возле подушечек. Детишки каждый своим делом занимается. Я думал, что они тут возле елки крутиться будут. Думал, им тут будет интересно все вот эти вот дела мотающиеся. Они же вон дрыгаются. Они пока побаиваются, наверное. Да Сонька знает. Малая там изучает обувь. Подбирает себе туфельку на бал. Мартюха там под гамаком. Мне кажется, ты там не совсем поместишься. Ну, коты это жидкость, понятно. Они всегда найдут лазейку. На задний ход, задний ход. Нормально так спряталась. Тебе нормально здесь? Э, куда побежал? Ну-ка иди сюда. Дай я тебе покажу. Ой, поймаю сейчас. Ой, поймаю хвост этот. Привет. Соня, будем в этот раз шубку мерить. Мне кажется, ты уже немножко раздобрелась с тех времен. Не влезешь ты в нее. А вот детишкам как раз таки можно было бы попробовать. Так, не ешь мне елку. Марти, Марти, эта елка несъедобная. Не только Марти. А кто еще? Вот кто ест. Офигеть. Я не понял. Кто это тут у нас елку ест? Соня уже готовится напасть. Что-то будет сейчас. Напугался или напугалась. Непонятно, кто это. Девочка или мальчик. Ё-моё. Выглядит как пацан. Он крупнее, чем она. И вообще как-то не очень похож на девочку. Соня, кто это? Ты точно знаешь. Кстати, я тебе могу сейчас дать игрушку. Сейчас я принесу. Давай. Я нашла там в полочках. Ой, вам сейчас игрушку принесут. Соня ляжки выставила свои. На продажу, Соня? Ой, какая тумбочка какая красивая. Соня. Соня. Мадам тумбочка. Булочка моя. Бомбочка моя. Бомбочка моя. Опа. Мне кажется, это Сонина. Это Сонина бывшая. Соня узнала свою бывшую? Новогодняя игрушка. А, это новогодняя даже. Смотри, смотри, он хочет меня. Ага. Всё, это моя добыча, скажи. Я не отдам тебе. Никому ничего не отдам. Малыш, давай не будем, а? Здесь всё общее. Ни в какую? Не отдаёт. Отпусти, что он будет делать с ней? Если я отпущу, кота не станет. Оп. Как я тебя перехитрил. Перехитрил. Соня двигается, как взрослая тётя. А этот вот. Прыжки такие. Ну всё, всё, всё. Хорошо, хорошо. Ты поймал. Ты поймал, молодец. Давай, короче, просто будем ловить и никуда не уносить. А то ты как Кузя себя ведёшь. На. Ладно, давай, что ты будешь делать? Чё ты сидишь? Я всё бросил. Мои полномочия тут как бы всё. Смотри, осторожно. Соня может забрать. Понёс куда-то. Да чё ты рычишь? Она уже твоя. Марти. Сонечка тоже хочет. Сонечка хочет? Давай, куколка моя. Давай, моя хорошая, с тобой поиграем. Ой, скачки какие. Соня, только не упади ни на кого. А то, боюсь, не откачаем. Берём, чтобы не оторвалась и не стукнула ему. И тянем. Оп. Всё. Где там остальные? Мартюня? Как тебе? Понятно. Что-то, малышка наша, не очень хочется этой штукой играть. Наверное, вот эта вот вещь нравится только чёрным. Остальным не очень. Ну, пошли. Добыча моя, скажи. Попробуй только забрать у меня её. Опа. 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 Бывает, братан. Что-то какая-то корявская получается. Кто корявский? Ёлка. А, сейчас расскажу, как мы их называем. Честно говоря, это я уже третий раз пытаюсь рассказать, как мы их называем. Но их же не поймаешь в одном месте, чтобы показать и рассказать. Этого. Вы только не смейтесь. Мы называем подгузник. Мы не сидели, не придумывали ему имя. Оно просто само родилось. Ты приходишь в комнату и такой, здорово, подгузник. И сам удивляешься, какое-то вообще слово в башке у тебя родилось. И всё, и прилипает моментально. Мы теперь называем его постоянно подгузник. Просто подгузник. А её мы называем Масюся. Масюся и подгузник. К слову, насчёт имён кошачьих. Марти, мы редко называем его Марти. В основном говорим Мартюша, Мартюшенька. Марти Росян, Мартюнь. Марципан. Марципан. А Марти только, когда ругаешься на него. Ну, Марти, там всё такое. Соня, Соня, у нас бывает только, когда она где-то провинилась. Или что-то там тоже в цветок лезет, например. Ругаешься на неё. Соня! А так я её называю, вот тоже прилипалый, такие слова прилипалый. Я Соню называю кисляденький. С детства, когда Соня была маленькая, мы её называли писёсик. Сёська. Катя, как ещё? Песя. Песя. Булочка. Тумбочка. Бубочка. Бубочка. Босса называю всегда Пеля. Просто тоже, вот я как-то пришёл в комнату, босс спит. И я такой, здорово, Пеля. Оно, правда, вот мозг выдаёт это слово, вот как про него, как про подгузника. Вот, здорово, подгузник. А потом просто, смысл, какой подгузник, чё я так его назвал. Ну, это прикольно, и это прицепляется. То же самое с боссом, здорово, Пеля. Я его назвал Пелей, его зовут босс. Официально, в паспорте. У босса, кстати, паспорт есть. Вот, и там указано, что это босс. В Сия Руси. Что вы, что вы. Но дома иногда он бывает Пелей. Пеля Белебешкин. Пеля ещё бывает Тузиком. Да, он ещё бывает Тузиком. Но это уже не мы. Так что, вы теперь знаете. Если что, это подгузник. А это Масюся. Вроде бы, как-то всё так по-дурацки звучит. Но это так прикольно. И уже настолько привыкли. Масюся и подгузник. Марти, подгузник и Масюся. Подгузник, Масюся, Мартиросян. Сляденький. Чего вы так смотрите на меня? Марти, что такое? Подгузник. Такой здоровый кот лежит. Почему камера их так увеличивает? Он такой большой, кажется. А Соня-то интересно. Соня такая же примерно. Только этому 3,5 месяца. А ей 5,5 лет. Не отходит от Марти. По пятам за ним ходит. И по попе ему стреляет. Втихаря. Мартюничка. Мартюшечка. Так, что ты тут не делаешь? Ну-ка давай. Оп, оп. Вертолёт. Перегрызли. Нравится им грызть. Да я вчера узел завязывал. Потому что подгузник перегрыз. Вот эту вот фигню. И всё. И довольный такой сидит. Я говорю, ну зачем? Он говорит, ну не знаю. Ну а куда ты понесёшь? Она привязана. Елочка почти готова. Осталось ещё распушевать её. Мусор от неё. Мусор, да. Ну сейчас нет смысла убирать. Я уже хочу увидеть ёлочку эту наряженную с огоньками. Мы там купили огоньков новеньких. Только не знаю, куда мы её что будем вешать. Соня, ну ты правда уже как старуха какая-то стала. Ну-ка давай. Ты медвежонок мой. Чё, не а? Кувырки такие прикольные. Опа. Марти, ты долго будешь пузо сушить? Пошли с нами. Оп, смотри, какая замена. Неожиданно. Залёт. Оп, подлёт. Перелёт. Назад. Возврат. Перелёт. Чик, спрыгнули. Улетели. Залетели. Запрыгнули. Оп. Побежали. Назад. Вернулись. Хвост напушили. Опа. Опа. Оп. Ты когда-нибудь её точно поймаешь, я тебе обещаю. Соня, так интересно наблюдать. Кузя номер два. Неповоротливый такой же. Пушистые будут детки, конечно же. О, какие мы уже. У нас уже шерсти сколько. О, какой у нас хвост пушистый стал. О. О, дышим язычком, как Бося, да. Пелька наш, Белебешкин. Красивый котик, да? Ну, как это может быть кошка? Ну, посмотрите. Кошки разве бывают с такими лапищами? Ну, Стивен Хокинг лежит. Так, прыгай, прыгай скорее. Покажи. Покажи, как ты дышишь. Запыхался. Бабах. Я передумал прыгать, поэтому упал. Мы сейчас немножко поиграем. Прикольно, да? Кузя номер два, такой же. Неуклюжий. Мы сейчас поиграем немножко, а потом будем доставать игрушки, гирлянды, все дела. Будем разукрашивать елочку. Это мой маленький песик. Мой маленький песик по кличке Подгузник. А он реально похож на собаку. Он хватает вот игрушку, знаешь, как собака. Держит ее, как Бося. Да, хватает и рычит. Не отдает никому. Устал уже, пацан. Или, может, не пацан. Ребята, посмотрите, какой прикольный котик. Или кошечка. Кот, как мне сейчас оторваться? Посмотри, как ему весело. Он уже язык даже не засовывает назад. Смысл. Я еще, наверное, никого так не загонял. Пусть отдохнет. Отдыхай. Все. Ему и правду надо отдохнуть. Я еще никого так сильно не загонял, как его. Даже не мишка, который бессмертный, вообще просто неубиваемый кот. Мы с ним тут часами бегали с этой мышкой, но даже он так сильно не убивался. Мартизевает. Мартизевнул. Надо ему водички. Да, кстати. Сейчас маленький. Пей, мой котик. Пей, мой хороший. Не хочешь? Масюся вон к тебе попить пришла. Ой, как набегался, бедняжка. Но зато будет спать, как убитый. Нормально, ты лег прям в лужу. Да, пусть лежит. О, к мышке. Масюшка, давай теперь ты. Так этот сейчас подскочит. Конечно, подскочит. Он такое не может упустить. А мы ему не будем давать пока. Пусть пацан реально отдохнет, а то бедолага отдышаться не может. Масюся такая более пошустрее, наверное, чем он. Он такой неуклюжий, а она такая прям, ух, порезвее. Или как это? Ловкость. Ловчесть. Ловчасть. Лов. Лов. Ю. Ну, да и тебе зачем это надо? Язык он еще свой до сих пор не спрятал. А уже хочешь побегать опять. Давай, Масю сейчас с тобой поиграем. Пошли на когтеточку. Мартюха, это же твоя любимая мышка. Что за дела? Ты почему спишь? Ты молодой кот. Ты должен сейчас вместе со всеми развлекаться. Вот так вот играем с детишками. Шпаемся. Мартюнечка, все хорошо, зайка? Все нормально? Так, ладно. Дети, на. Пожалуйста. Это кажется маленькой такой на камере. Он почему-то кажется крупняком, прям настоящим, таким котом серьезным, таким прям. А знаете, что, ребята, я тут подумал? Мне просто так интересно стало, сейчас конец года, всякие итоги подводятся. Напишите в комментарии, приблизительно с какого года вы смотрите наш канал. Мне прям интересно, кто и сколько с нами. Из какого вы города? Тоже интересно посмотреть. Еще они тоже интересно будут потом почитать. Ну что, давай, короче, доставать будем игрушки, всякие огоньки, все дела. И будем разукрашивать красоту эту. Линдочка. Линдочка. Сейчас будет бамш. Опш. Да. Раскладывать сейчас диван, будем спать, ложиться. Всем пока. Всем пока. Так, у нас тут игрушечки, всякие там, звезда. Она использовалась когда-нибудь? В прошлом году. В прошлом году, да? Соня. Тут у нас веник. Подметать потом там вот это вот все. Соня, что это было, скажи? Только что портал открылся и тут же закрылся. Я не успела спрятаться от этих муравьев. Посмотри, Соня. Можно подгузнику. Давай подгузнику. Подгузник устал. Ладно, пусть пока подгузник отдыхает. Извини, я не хотел тебя так сильно устать. Ладно, будем снимать распакевочка. Это новую я купила еще. Новые. Бантики беленькие. Красиво очень, люблю белый цвет. Какие-то подарочки там, наверное. Что-то, наверное, очень долгожданное. Это цветочки такие. Какие-то цветочки. Пока я тут раненый лежал, Катя тут набрала еще кучу всего. А то, говорит, маловато, наверное, будет что-то. О, конфеты. Нормально. У нас опять диван весь в блесточках. Птички я показывал. Это будет у нас звездочки всякие повесим. Звезда примерно. Вот так это будет выглядеть. Только поменьше. Мартюху давай на елку тоже повесим. Мартюху вместо звезды. Масюся очень хочет надеть. Давай. Она намекает прям. Примерить хочет дама? О, Масюся сейчас будет. Если ей налезет, конечно. Посмотри, какая ты мадам. Маднявая какая. Ух ты, офигеть. Какая красота. Катя, Катя, Катя. Большая, она вылезла. Все, снимай. Да. Давай подгузнику попробуем. Может, это ему понравится. Да, этот поплотнее будет. Масючка совсем худенькая. Масючка не обиделась. Ничего веселее даже стало. Соня, ты отказалась? Отказалась. Все, сорян. Линдочка. Такое ощущение, что это Соня с прошлого года. Ну-ну-ну-ну. Все, нет. А Мартюхе точно не налезет? Мартюхе есть вместо шапки. Опа. Мартюха, новогодняя шапка тебе предоставляется. Спасибо. Вот так скажи, чтобы ушки не мерзли. О, ушки точно теперь мерзнуть не будут. Мартюхе похож на индейца. Такая кофточка красивая. Согласен. Очень красивая кофточка. Если бы вы ее носили, особенно Соня, тебе предназначалась. Если бы ты ее носила, ты бы такая красотка была. Да. Мишка бы там слюней напускал бы от радости. Смотрите, что я вам несу. Молодежь, налетай. Вам ничего больше не надо. Соня. Молодежь. зачем ты села на него мочуся этот сидит лежит ему вообще пофигу давайте проверим метки я или нет скорее всего нет попаду я вон туда или нет почти подгузник что ты там смотришь ну-ка свали да я посмотрю что там интересное покажи этот видос я уже смотрела вот мне кажется будет очень красиво когда будут беленькие красненькие не подсказываю выше вон на ту вот вот на ту вот вот сюда до красопыта нарядили елочку в этом году мы решили разукрасить ее красненькими и беленькими у нас тут вот такие вот цветочки птички всякие там бантики красивые подарочки ну конфетки все это я уже показывал здесь такие здесь такие игрушечки следующем году возможно вообще уберем кругляшки и пооставляем вот такие вот игрушки птичек там всяких всякие интересные такие вещи а вот эти вот шарики они уже немножко поднадоели хотим попробовать что-то другое мы когда сказать и ходили по магазинам обратили внимание что нам очень нравится когда елка с красными игрушками когда вообще присутствует красный цвет потому что он какой-то такой рождественский интересный ну а беленький он как снег мне кажется очень красиво сочетается нам очень понравилось не знаю как вам пишите в комментарии как вам елка но это еще не финал мы сейчас еще будем ее обматывать огнями естественно мы как обычно последовательность перепутали сначала надо было огни повесить а потом уже вешать игрушки и в итоге мы сейчас будем обвешивать ее огоньками всякими а потом я покажу вам что из этого получится покажу готовый результат С 볼! Субтитры сделал DimaTorzok Бусь Крутьев Бусь Крутьев Вот такая ёлка у нас получилась. К сожалению, у нас в этот раз огней мало на ёлке. Они редкие такие, потому что мы не смогли распутать. И решили всё, что не распутали, кинуть просто под ёлку. У нас там и вот такие вот штучки прикольные, и синенькая гирляндочка висит. Вот так вот мы решили их просто повесить на нижние ветки, чтобы они просто свисали. Потому что распутать это дело у нас вообще не получилось. Мы, кстати, часа два мучились, и в итоге решили просто закинуть это всё туда, под ёлку. И получается вот такая вот прикольная штука. Сейчас покажу на Sony, на Sony-фоне, на фоне Sony. Ну, на самом деле красиво выглядит. Здесь у нас, если кто помнит, прошлогодняя лента. Висела такой как бы дождик. Что-то с ним случилось, там несколько лампочек не работают. И мы решили их просто засунуть туда. Выглядит как алмазы. Красиво так, вообще капец, мне понравилось. Ну и эту историю тоже. Что это такое? Чик, не упал! Ну и здесь тоже разложили синенькие огни. Это потому что нас обманули. Мы просили 20-метровую гирлянду. Мы хотели её тоже пустить на ёлочку вместе с беленькими. Но нам дали десятку. И тут здесь реальных, наверное, только метров семь. Мы сразу не проверили. Ну что сделаешь? Мы решили расстелить здесь. Тоже неплохо. Вот такая у нас получилась комната. Может быть завтра Катя сходит, докупит ещё каких-нибудь. Может быть таких вот жёлтеньких, тёпленьких. Может быть беленьких. Мы ещё намотаем. Но это я уже показывать не буду. Просто для того, чтобы вот этих лампочек было побольше. Они видны, они есть. Но их как-то маловато. Бантики сюда повесили. Большой бантик тоже. Немножко повис, поправим. Вот. Вот такой вот у нас получился зал. Сеня, тебе нравится? Ей тоже нравится. Сеня довольна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем я пожелаю вам успехов в новом году, хочу рассказать небольшую историю. 7 дней назад я поставил себе цель любой ценой снять и смонтировать этот выпуск за неделю. Хотя обычно один только монтаж занимает около двух недель. Просто мне хотелось сделать вам такой новогодний подарок. Одна лишь Катя видела, сколько я спал в эти дни и в каком я был состоянии. Но у меня всё получилось. На основе этой пустяшной истории я хочу пожелать вам не бояться ставить перед собой цели и всеми силами добиваться их. Ведь жизнь без целей – это лишь унылое существование и бесполезная трата кислорода. Желаю всем нам только крепкого здоровья и больших успехов. А всё остальное мы обязательно сделаем сами. Обнимите своих близких и скажите, как сильно вы их любите. А мы обнимаем и любим всех вас. С Новым Годом!